Привет! Ну что, я наконец озрел записать очередное видео. Паузы между видео становятся все дольше, но мне кажется, что дело в конце года. Правда, не было энергии, вымучивать ничего не хочется. Парфюмерии интересуюсь постольку поскольку, поэтому вот прям сидеть, какие-нибудь подборки сочинять. Я лучше буду, когда будет на этой энергии. Сейчас, правда, нету. Сегодня 30 декабря, я думаю, сегодня же и выложу видео или завтра. Так что, скорее всего, вы готовитесь к новогоднему столу, нарезаете салатики, наряжаете елку, если еще не нарядили. В общем, круто. Может быть, мой треп параллельный про закончившиеся флакончики, а именно такой сегодня жанр, будет вам в тему. Кстати, напомню, меня зовут Саша. Мне иногда напоминают в комментариях, что неплохо было бы это обозначать. Но вот обозначаю на какой-то второй минуте видео. Может быть, пару слов расскажу про свое настроение. У меня в этом году нету новогоднего настроения вообще. Ну, оно чуть-чуть появляется, когда я покупаю подарки, потому что подарки я покупать люблю. Но в целом, вот такого какого-то вайба неделями размазанного, когда ты ходишь, думаешь, о, классно, скоро Оливье, Новый год. Что-то нету, не случается. Но из приятного, несмотря на то, что я не то чтобы прям в настроении хохотать с утра до вечера, но я как будто перестал сильно расстраиваться по поводу того, что нет новогоднего настроения. Потому что я до прошлого года всегда, если оно вдруг не случалось или случалось не очень активно, я прям начинал себя терроризировать. Типа, ну как же так, ты должен радоваться, ты должен радоваться. А в этом году что-то понял, ну не получается. Ну не, все, похоже, в свои 33 года я готов признать, что мальчик Саша повзрослел и перестал верить в Новый год. И, ну как-то вот такой вот праздника нет. Не знаю, может быть, это звучит немножко упаднически, может быть, это в этом году так. Потому что год, честно говоря, был паршивый. Не могу сказать, что случилось прям много лично у меня каких-то там драм, к счастью, нет. Но в целом вот какая-то эта атмосфера, этого ковида, который все никак не прекратится. Какое-то напряжение, политическое напряжение. И вот, не знаю, я как-то считываю, что все вокруг какие-то немножко понурые. Поэтому, ну какие-то праздники. Надо как-то выбраться из этой хтони и тогда будем праздновать. Вот, но тем не менее, если у вас настроение такое новогоднее, праздничное, я как-то искренне очень рад. Делитесь им как-то, я не знаю, посылайте мне его в комментариях или, не знаю, через какие-нибудь волны. Вот. Как-то так. Ну, слушайте, про что сегодня я расскажу? У меня, я накопил для вас 10 всяких мини-форматов, которые у меня закончились за этот месяц. Мне продолжает нравиться традиция приканчивать... Нет, такое слово. Ну, допустим. Заканчивать, короче, все пробнички, отливантики. У меня их так много скопилось и прибывают новые. И точно нужно принимать какое-то волевое решение. Либо раздавать их, либо вот приканчивать... Приканчивать опять. Господи. Заканчивать их по 10 штук в месяц. Правда, мне кажется, что прилетает их больше, чем 10. В общем, математика пока не сходится. Вот. Ну, а я по-прежнему получаю удовольствие, когда что-то заканчивается. С благодарностью к этому аромату. Все, мы с тобой походили пару дней. Достаточно. Кажется, из всех 10 ароматов... Ну, сейчас по ходу, когда буду разбирать, еще поговорим об этом. Но, по-моему, ни один из них мне не нужен. А, нет, вру. Вру. Ну, один точно нужен. Ну, в общем, сейчас, собственно, к ним и перейдем. Там много проходных ароматов. Так что буду про некоторые совсем кратенько. Начну с аромата... У меня здесь ноутбук. Я параллельно буду гуглить. Надеюсь, это не будет как-то мучительно для вас. Начну с аромата, в котором был сегодня. Я сегодня по району прогулялся, подкупил каких-то подарочков. И это классик Eau de Parfum Airlines от Jean-Paul Gaultier. Он мне выпал на одних из недавних слепых затестов. Слушайте, ну, очень странная штука. Здесь пирамида такая... Ну, вроде бы женская-женская. Роза, нарцисс, орхидея, бобы тонка. Я, кстати, недавно понюхал бобы тонка. Вот в одной из кофейней в Ярославле мы были. Нам вынесли прям этот боб. Ну, такой прикольный. Он пахнет прям миндалем. Вот. И судя по пирамиде, в общем, этот Airlines... Кстати, не знаю, почему он Airlines. Должен быть таким прям женским-женским. Ну, не знаю. Мне он пахнет какими-то корешками подвальными. Ну, я не понимаю, не подчуля. Ну, вот какая-то подвальная, пыльная такая тема. Какие-то ирисовые корешки. Какие-то клопики. В общем, не то, чтобы его сложно носить, но это такой совсем неоднозначный женский аромат. Я бы его записал в Unisex. Ну, прикончил... Кстати, на удивление не пойму. Мне кажется, я его прикончил, когда разнашивал для затестов. И я долго не мог разобраться, что здесь к чему. И просто брызгал, брызгал, чтобы понять. Вот так и прикончил. И вот сегодня добил. А, и еще сразу быстренько еще один аромат из этой подборки. Много про него говорил, мне кажется, уже в нескольких видео. Поэтому совсем кратенько. Peppa Jeans. Celebrate женский. В форме такого бокальчика. Я решил, что... Я его офлаконил благодаря Даше. Ну, и вот этот отливантик добил. Жизнерадостная. Фруктово-ягодная химическая бомба. Мне изначально показали здесь фейхуа. И сейчас кажется... Ну, можно, наверное, сказать, что земляника. Но, главное, ни того, ни другого нету в пирамиде. Можно не искать. Окей. Едем дальше. Ганимет. Главный хит этого года. Отовсюду мы слышали про этот ганимет. Пару лет он уже продается. Но именно в этом году он стал популярным. У меня менялось с нему отношение. Изначально мне он очень понравился. У меня вот один миллилитрик был. Потом, по ходу, пару раз я его поносил так хорошенько и понял, что мне он не нужен. А вот сейчас нюхаю. Блин, классно пахнет. В общем, я понимаю, почему этот аромат стал таким популярным. Потому что мне кажется, что он, правда, революционный. Он новый. Потому что я не знаю, как вы, но я прихожу, смотрю люк, смотрю нишу новую. Ну и все это те же яйца, вид сбоку. Немножко измененная амбра. Немножко розочка. Немножко акватика. Но все вот какой-то более-менее в одну сторону. Ганимет для меня звучит совсем по-новому. Он очень синтетический. В нем много нюансов. Он по-разному раскрывается. Но все-таки итогово для меня это коробка из-под принтера. Красивая коробка. Я люблю запах коробки из-под хорошей и дорогой техники. Но жизни в нем нету для меня. И это проблема. Вот в нем нету какой-то человеческой теплоты. Хотя бы немножко. Он слишком холодный. Слишком отстраненный. Аромат для таких каких-то сучек. Прям совсем интровертных. Знаете, которые вот ну как бы к себе не подпускают. Хотя не знаю. Что-то такой странный у меня образ возник. Но, короче, я понял, что моего внутреннего тепла не хватит на то, чтобы отогреть его. И чтобы мне было в нем хорошо и комфортно. Поэтому, как некий феномен, класс. Понимаю, почему он популярен. Я, кстати, понимаю, почему Бакара популярна. Почему Кирки популярен. У меня нету претензий к этим ароматам. Они все, правда, очень крутые. Но вот как-то носить их не возникает желания. Лично у меня. Следующий аромат. Пачули Magique от Новой Зари. Все про него много говорят. Очень классные пачули. Мне почему-то хочется в один ряд их поставить с пачули от Шанель Карамандель. Вот такие как бы пыльные, чуть шоколадные. Такие мрачноватые. Я бы сказал, не мрачноватые даже, а меланхоличные. На такое настроение вот задуматься о чем-то. И вот тоже очень интровертные, мне кажется. Ну, еще они интровертные. Потому что слетают довольно быстро. И обновлять их нужно регулярно. Я даже думал, что мне нужен флакон. Учитывая, что он не очень дорого стоит. Но, с другой стороны, у меня довольно много чего такого есть. И, наверное, плодить в сущности не обязательно. Но я, кстати, сегодня говорил, что ходил по району. Я живу в Черемушках. У меня здесь есть магазин Новой Зари. Я купил сегодня флакончик 16 мл. Что-то рублей 700 он, кажется, стоит. Купил подруге в подарок. Маша, если смотришь, привет. Не знаю, подарил я его тебе или нет еще. Но знай. Это одна часть подарка, который я тебе купил. Очень классный для своих денег. Меня, кстати, не раздражает форма флакончика. Такой минималистичный. Супер. Правда, хороший аромат. Что-то я не помню. Какие-то из пачули для Новой Зари, говорят, делал Кюркджан. Нигде это не подписано. Не знаю, не байка ли это. Но имейте в виду. В общем, пару миллилитров сносил с огромным удовольствием. Может быть, даже и разживусь когда-нибудь. Благо, цена недорогая. А тут недавно так все ополчились на эту бедную Новую Зари с переклепанным тигром-леопардом. Что мне прям захотелось их поддержать. Я стал активно рекомендовать свои любимые позиции. Ну, там целый холивар был огромный у меня в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если еще нет. Окей, едем дальше. Буа 1920 каннабис. Я вот понял, что я схалтурил. Почему-то кинул его в законченное. А здесь осталось нормально так миллилитр целый. Но я его сейчас на себя выдавлю. О чем буду жалеть? Жалеть я буду потому, что он мне не понравился. Считается, что это прям образцовый каннабис. Парфюмерный. Много слышал хорошего про него. Я заказал себе три аромата. Вот этот каннабис классический, фруктата и салата. Господи, какая похабщина. Насколько они нехороши. Вот этот оригинальный. Ну, куда ни шло. Ну, немножко действительно на старте он пахнет, чем он заявлен. Конечно, но никакого развития. Все это такая, как это переходит в половую тряпку. Наверное, у марихуаны есть аспекты вот этой грязной половой тряпки. Но здесь как-то это так неинтересно обыграно. Так это все одинаково, на одной ноте. Он очень начинает душить в какой-то момент. Такая какая-то появляется сладость необязательная, не самая приятная. Мне кажется, что если вы ищете вот такую грязную половую тряпку, то обратите внимание на те ароматы, которые делает Марк Бакстон. Вот для бренда Renegades, по-моему, он делал такой аромат. Я обожаю Emotional Drop, который сейчас стал Emotional Rescue. Его собственный бренд. Вот там, ну, может быть, чуть менее конопляный, но там есть все равно эти аспекты, есть эта тряпка. И там намного интереснее, намного дороже сделано. А по цене, мне кажется, дешевле. В ароматике они вроде стоят. Хотя, по-моему, и в Золотом Яблоке уже стоят. У меня в старом издании есть такой шайбы серебряные, а сейчас они черненькие. Ну, вот я не знаю, может, я сырее вот так не взлюбил. А вот сейчас вот вроде с руки, вроде и неплохо. Но не нужно абсолютно. Ничего в нем обязательного нету, это точно. Ну, я помню, это обманчиво. Это первое время он такой, я неплохой, я приятный. А потом вот этой такой сладковатой херней задушит до полу смерти. В общем, каннабис, пока-пока. Еще один миллилитр у меня был сношен от бренда. Не знаю этот бренд. Не уверена, что правильно произнесу. Русан Рус. Наверное, так он, кажется, стоит в Ле Туале. Аромат называется Мента Религиоза Сонг. Классный аромат. Я даже не очень понимаю, почему я его не поставил в свои хотелки. Наверное, потому что у меня, в принципе, сейчас хотелок нету. И мне хочется скорее разгрузиться, чем закупить новое. А, в принципе, он вполне мог бы туда попасть. Это, я бы его описал так. Здесь мята, сушеная такая, вот знаете, из чайных пакетиков. И плитка горячего шоколада. Крошка от этого горячего. О, горячего, господи, я заговариваю. Горького, горького шоколада. Горький шоколад и мята. Вот и на этом сочетании, очень объемном, таком густом, выстроен весь аромат. Звучит очень красиво. Не избито. Я, кстати, мяту, я очень люблю запах мяты, но как-то в парфюмерии пока не так много встречал мяты, которая мне бы прям нравилась. А здесь это очень круто и интересно сделано. Именно вот на сочетании с этими шоколадными нотами. Причем он не очень сладкий. Там есть сладость, ну прям совсем чуть-чуть. А вот скорее такой горький, знаете, шоколад, от которого вяжут горло немножко, да. И вот сухая мята. Классно, супер. Едем дальше. Аромат, который мне нравится, но пробник у меня простоял. Черный отскок, а года полтора не мог его на себя добить. И это, наверное, о многом говорит. И это Франческо де Лора Инботант. Для меня это один из ароматов нескольких. Я постоянно использую один и тот же образ. Про такую чуть заветренную коробку конфет шоколадных, которые раньше дарили учителям на праздники. А внутри вишневый... Что там происходит? Вишневый ликер с вишенкой такой консервированной. Очень сладко, очень порадно. Тут проблема, видимо, у меня с носом. Потому что все ароматы, про которые я говорю, про эту вишенку в шоколаде, в пирамиде и в упоминаниях, никто не говорит про вишню и про шоколад. Там какие-то смолы, амбра. Ну, окей. Может быть, это особенности моего носа. Очень такой праздничный аромат. Надеть его в театр или на какие-нибудь посиделки. И все будут подходить и спрашивать, чем у тебя так вкусно пахнет. Наверное, он скорее женский. Ну, вообще-то, на мужчине тоже легко его могу представить. Неплохо, но нафиг мне не сдалось. Едем дальше. Бутиковый Гуччи. The last day of summer. По всем критериям, что ли, он должен был мне понравиться. Здесь всякие можжевельники, кажется, ну, такие южные деревяшки. Действительно, есть ощущение, что они нагрето солнцем. Вот это, знаете, как в Крыму или в Черногории гуляешь. И ужасно жарко, но в тени этой хвои хорошо. И она так разогрета пахнет, этой теплой-теплой горячей хвоей. Вот и сухой какой-то травой, может быть. Все это вроде бы должно быть очень красиво, но он меня утомляет. Вот прям не сложилось с ним. Думал, что прям вот я первый раз нанес. Думаю, боже, все пропало. Мне нужен этот флакол за какие-то там миллионы. Но нет, не сложилось. Еле доносил эти... Это у меня был пробник их официальный. Там, кажется, два миллилитра, но они в сплэше. Я не люблю сплэш. Перелил его в пробник. Что-то в нем есть такое какое-то монотонное. Какой-то он мрачный, минорный. И не показалось мне, что это тоскливость. Вот даже как в Почуле от Новой Зари. Там какая-то такая приятная тоскливость, оправданная. А здесь какой-то вот такой тяжелячок непонятный. Это, говорю вам, я, человек, который обожает Гуччи, Гилти, Абсолют, Агар Рояль, Дарк Лорд. Все вот это мне нравится и не кажется чрезмерно мрачным. Даже змею их. В принципе, я люблю. А это какой-то депрессняк. Нет, нафиг не нужно. Следующий пробник, тоже долго его все не мог закончить. Это Вильгельм Парфюмери Манго Скин. Один из брендов, с которым я категорически не могу подружиться. Мне кажется, у меня было 5 или 6 пробников. И ни один из них, кроме этого, я не заканчивал до конца. Что-то такое все непонятное. Что-то такое все какое-то очень химозно, промышленное, сложное. И, ну, это не та сложность, которую я сейчас ищу. Особенно вот этот бодипейнт. Это просто ужасно. Какие-то тухлые коралловые рощи. Краска, знаете, открытая. Да, прям ужас-ужас. Вот. Манго Скин, в этом смысле, мне кажется, выбивается сильно из коллекции Вильгельма. Манго, мне кажется, очень носибельным ароматом, очень гурманским, очень сладким. И очень, правда, проманго. Он пахнет, собственно, непосредственно... Здесь уже плохо. Ну, не буду его разламывать. Он пахнет непосредственно манго. Мне даже в одно время казалось, что он похож на круизного ангела. Вот этого первого, который манговый. Но из них двух я все-таки понял, что ангел круизный мне нравится больше. Одно время я хотел взять вот этот манго скин. У них, по-моему, есть такая форма. Мне их приплюснутые, эти флакончики, не нравятся. Но у них есть типа тревел и там, по-моему, 18, что ли, миллилитров. И они такое модерновое, такое стекло изогнутое. Очень красивое. И я хотел такой один заиметь. Но что-то вот, учитывая, с каким трудом я вылил на себя этот пробник, нафиг оно мне сдалось. Вот. Вот. Ну и последний, десятый аромат. Я его прям похвалю. И, честно говоря, хочу его к себе на полку. Это Элдошный Soul of My Soul. Это последний аромат, выпущенный в их линейке экстраординарных с вот этими золотыми блямбами ароматов. Пока я не открыл пирамиду, я не чувствовал здесь розу. Все эти четыре аромата объединены розой. Когда открыл, начал принюхиваться. Уже, да, кажется, здесь есть роза. Я здесь чувствую лаванду. Лаванда нету в пирамиде, если не ошибаюсь. Но я прям ее чувствую. И вот когда изначально мне показалось, что это, знаете, вот такая пыль. Я очень люблю лаванду. У меня на даче ее выращиваю. И потом высушиваю ее. И кладу куда-нибудь в шкаф. И, ну, когда она высыхает, она немножко уже начинает сыпаться. И вот эта вот сыпящаяся старая лаванда дает ощущение такой пудровой лаванды. И вот для меня этот аромат пахнет примерно так. Но вот когда я прочитал про розу, я понял, что точно так же сухие какие-то бутоны роз, перемолотые с бутонами лаванды. Все это, он довольно стойкий. Не сказать, чтобы он тихий. Но он такой какой-то интеллигентный. И такой современный. То есть для меня это прям идеальный аромат был бы в офис. Он очень необычный, но при этом не банальный. Может быть, немножко меланхоличный тоже. Но я бы сказал, что это даже не меланхоличность, а отстраненность такая немножко. Короче, просто чудо. Если вы с ним еще не знакомы. Очень советую познакомиться. Меня подушивает жаба брать его за 19 тысяч. Но я буду про это думать. И сразу в раз, я везде, где могу, повторяю. У меня есть из этой линейки Spice Must Flow. Он хороший. Ну, я там, может быть, 10 миллилитров от него отпил. Почти целый флакон. Он хороший. Но что-то не носится. Там такая-то роза, которая изначально мне как-то понравилась и показалась ненавязчивой. Она там очень жирная. Она такая очень нарядная. Очень красочная. А мне сейчас хочется что-то вот как раз вот более такого, более приглушенного. Если вдруг у вас есть этот Soul of My Soul, и он вам не подошел. И вы грезите о Spice Must Flow. Или просто хотите продать его по какой-то чудесной цене. Ну, вдруг. Дайте знать. Вот. Вот так вот как-то экспрессом, голопом по Европам я обозрел 10 флакончиков законченных. Сейчас они отправятся в мою коробку с законченными отливантами. Я зачем-то их все храню. Как-нибудь запишу вам ее. Там такое прям погробное. Что еще сказать? Завтра Новый год. Еще не решил, в чем буду справлять Новый год. Обычно справляю в Ангеле. Но что-то вот в этом году пару раз нанес Ангел, и как-то не очень мне зашел. Даже не пойму. Как-то вот меняются вкусы. Это странно. А может и естественно. Точно завтра весь день буду в Бегорат Концентри. Для меня это классный, идеальный запах для предновогоднего настроения. Я надеюсь, что завтра он все-таки у меня как-то там... Я разбужу его в себе. А в чем встречу сам Новый год еще пока не решил. Ну, не буду сейчас выступать президентом РФ и поздравлять вас с Новым годом. Хотя не, буду. Буду, но не сильно долго. Просто как-то хочу пожелать вам. Будьте счастливыми и добрыми. И любите всех вокруг. И себя любите. И хобби обязательно нужно иметь. Вот парфюмерия, если прет вас, то это круто. Прям поддерживайте себя. Не ругайте за то, что вы тратите. Главное не кредит. А все остальное можно себя порадовать. Вообще надо себя радовать. Повторюсь. Какое-то не самое легкое время сейчас. И надо обязательно заботиться о себе и о близких. Вот. Ну, надеюсь, не слишком пафосно получилось. Я вас обнимаю. Я рад, кстати, что в этом году я завел канал. Это одно из событий этого года. Я в следующем году обязательно буду его развивать. И записывать видео регулярнее. Надеюсь, что у меня будет больше вдохновения. Подписывайтесь. Повторюсь, на мой телеграм-канал. Там в этом году мы перешли за тысячу подписчиков. Мне ужасно это приятно. Я люблю писать. Люблю делиться впечатлениями. Надеюсь, вам нравится меня читать и смотреть. С Новым Годом и до встречи в следующем году.